Добрый день дорогие коллеги, я тоже очень рад поздравить вас и с прошедшими праздниками, Новым годом, Рождеством и с начавшимся рабочим учебным годом. Сейчас время очень интересное и даже политическая обстановка об этом говорит, ну и хочу пожелать вам, чтобы год получился плодотворным, все наши трудности и болячки остались в прошлом, а следующий наконец нам пообещал что-то большое и хорошее. Во всяком случае мы в нашей компании уверены, что этот год будет очень большим и хорошим, много изменений и в частности начинаем мы тоже с такого плодотворного изменения, покажем вам и презентуем один из плодов нашей прошлогодней работы, ресурсный центр иностранных языков. Соответственно, как в моих вебинарах поделимся и своими такими размышлениями, зачем это, что это несет и конечно будем ждать и от вас обратной реакции, как вы это оцените. Те, кто следит за нашей работой, видели, что вот этот ресурсный центр, где концентрируется литература для иностранных языков, он существует уже достаточно давно, но вот там велись работы, так скажем, по внутренней отделке и кое-что совершенно новые аспекты мы можем вам сегодня показать. Ну а для начала, как всегда, все-таки размышления в плане информационно-образовательного такого смысла, что такое изучение иностранного языка и насколько вообще отличается это от других областей знания, почему вот мы пришли к тому, что создали для этого самостоятельный ресурс. Ну прежде всего потому, что, конечно, изучение языка это абсолютно иной предмет, чем все, что мы изучаем. Ну, конечно, в университетском курсе очень много разного, например, занятия физкультурой тоже, скажем, совершенно другой тип. Ну и вот изучение языка это, по сути дела, не получение знаний как таковых и специализации некой, а я бы сказал, что это самостоятельное освоение нового когнитивного мира. Язык это наш чувствилище, наш способ выхода, встречи с этим миром. Нам дается родной язык, а когда приходит второй, неродной, это некий аналог, который воспроизводит те же, например, когнитивные процессы, которые совершенно не сводятся к тому, чтобы что-то выучить и знать, а сводится прежде всего к практике обращения, вращения, нахождения в этом мире. И язык ведь это вторичная сигнальная система, он оперирует знаками, да, и строго говоря, учит не просто говорить ими, но мыслить внутри них. И что вот для меня особенно важно мыслить абстрактно, потому что это абстрактная система, и здесь, изучая язык, мы учимся обладевать и оперировать абстрактными сущностями. Ведь когда мы меняем мысли-символы, мы занимаемся своего рода акробатикой мысли. Это нельзя, ну нельзя этому образ какой-то дать, как меняются видеообразы или звуковые образы, это именно символические сущности. Поэтому иностранный язык, во-первых, как никакой другой активизирует память и скорость мышления. Недаром он очень необходим уже в таких возрастных этапах, когда это все сильно меняется. И там в старости, да, советуют изучать язык. И в детстве, когда вот это освоение, общение с внешним миром только вообще открывается для ребенка, конечно, изучение языков это совершенно самостоятельный и очень важный инструментарий вообще для всей жизни. Второй момент, который, конечно, тоже очень важен, то, что иностранный язык открывает новые культурные миры совершенно по... Ну, мы иногда там дискутируем по поводу возможности перевода, да, что перевод невозможен, потому что из одного культурного мира невозможно перевести другой культурный мир. Мы можем оказаться или в том, или в другом. Поэтому иностранный язык очень важно знать, чтобы уметь оказаться в другом и вообще понять, что он совершенно иной. Но для меня, например, такой опыт с немецким языком. Я жил в Германии и уже дошел до степени, когда мог мыслить и писать книгу на немецком, вес перевода внутреннего. И, конечно, тогда становится совершенно очевидно, что ряд понятий просто не переводится. Совершенно другой смысл, хотя вот так аналоги, конечно, существуют. Все-таки мы люди разные. Ну, или вот, например, мне на Рождество прислали Авы Марии в исполнении на арамейском языке. Языке, которого уже не существует, но мы знаем язык, на котором говорил Христос. И, конечно, вот очутиться внутри этого языка, уже очутиться как бы в ином культурном мире со всеми вот этими ассоциациями, очень интересно. Вот дальше для науки, для нас с вами, конечно, английский язык это вообще не предмет обсуждения нужного и не нужного. Это не роскошь, а необходимость. То есть на сегодня в глобальном мире, ну, а для науки, как и в совершенно ситуации аналогичной, как это было в Средневековье, когда наука была едина и ее единственный язык был латынью. Вот сегодня практически мы подошли уже к этой ситуации, когда то, что вы пишете там на русском языке, ну, в принципе, это никому не нужно. Пишите практически для себя, для науки, во всяком случае, это уже не текст. И, как вы знаете, все, что учитывается, имеет значение во всех ваших рейтингах, прежде всего, это статьи на английском языке. Ну, и получать эти знания тоже, конечно, уже можно только на английском языке. Ну, и, наконец, последний момент, который, вот, я считаю, которыми все обозначаются, что мы совершенно в иной ситуации, чем там 20 или 50 лет назад, то, что и для карьеры любого человека, не только ученого и преподавателя в современном глобальном мире английский – это условия, а не возможности. То есть это уже must-have, где, если вы не входите в трудовой мир вот с этим языком, то уже это воспринимается немножко странно. Вот, когда приходят ко мне сотрудники, молодые, без знания языка, например, программисты или айтишники, ну, я вот просто не могу понять, к чему они готовились, что у них за специальность такая. То есть это практически уже рассматривается, как вот крестик не прошел. Так что вот с языком совершенно специфическая ситуация, и он не то, что второй язык, особенно английский, да, он, по сути дела, рабочий язык, язык карьеры. Но при этом иностранный язык, как и всегда, требует колоссальную работу и несет в себе колоссальные перегрузки, чтобы выучить второй язык, вы знаете, недостаточно там прочитать учебник, да, это годы работы. И здесь ничего не изменилось, несмотря на всякие технологии. И тем не менее, как мы увидим, технологии тоже сильно помогают и мотивировать, и запоминать, и так далее. И, конечно, на это требуется гораздо больше времени, чем на изучение любого другого предмета. Второй момент, который вот я хотел бы обратить внимание, мало об этом говорилось, что изучение языка может быть только интерактивным. И почему? Не просто потому, что это интересно, да, и как-то так живенько. Именно из природы языка и его изучения. Интерактив сам по себе воплощает не письмо, а речь. Или способен это воплощать. И вот здесь очень важно, потому что те школы изучения языка, которые зиждились на письме, и в этом плане на книге, они, конечно, где-то далеко от главной задачи, потому что язык и его овладение происходит в домене речи. А речь это сам по себе интерактив, вот как у нас с вами в настоящую минуту. Вот, поэтому, конечно, мультимедия, компьютер со всеми этими возможностями интерактива, это огромный помощь и скачок в технологии изучения языков. И недаром именно в иностранном языке все эти мультимедийные технологии, они вообще первыми были. И остаются лидерами интерактивов. А те, кто там не включают это или отстают, конечно, это уже такой аутсайдерский подход без шансов на какое-то лидерство. И в этом плане, вот мы все с вами носители вот этой печати советской школы, и я там учил иностранный язык, который изучал письменный, а не коммуникативный язык. И от этого, в общем, след мы десятилетиями учили всю школу там и университет, и не знали язык. А потому что мы изучали письменный язык, язык по книге. Хотя в научной сфере и здесь можно чего-то добиться. Вот, но изучение, еще раз повторю, языка, это сам по себе интерактив. И здесь важно реализовать некоторые вот эти интерактивные форматы. Ну, во-первых, активные произношения. Без того, чтобы ты говорил, без техники, практики, речевой функции, ты опять-таки изучаешь письменный язык. Поэтому все системы изучения языка обязательно должны включать в себя ситуацию, когда ты что-то говоришь, да, хочешь ты это или не хочешь. Вторая вещь, которая очень помогает, это восприятие языка со слуха. Это аудирование, аудиокниги и все аудиоформаты. Здесь проще, и радио существует, и на телевидении. Ну, в принципе, много контента, который сейчас этому открыт. Ну, не так просто методически его выстроить, но тем не менее он в достаточном количестве. Ну и, наконец, очень важный элемент – интерактивное тестирование. То есть, упражнение с функциями, под которыми стоит гейминг, самопроверка. То есть, способность сделать что-то в языке и проверить, правильно это или нет. Включает понимание и активные когнитивные функции личности. Вот я считаю, системой технологии изучения языка должно включать вот эти три интерактивных элемента. Ну и потом важно, что когда ты в этом интерактиве, то это гораздо интереснее. Это не сухое какое-то начетническое изучение языка, как биологии или математики. Это действительно коммуникация и это инструмент мотивации к изучению языка. Вот и вообще, когда мы изучаем язык, мы как бы еще раз проходим свое детство. Мы точно так же почти с нуля овладеваем этим миром своих ключевых коммуникативных навыков. Это просто интересно, если делать именно так. Так что, вот то, что мы, цель, которую перед собой ставим, связано, конечно, с интерактивным овладением языка. Но это не единственная проблема. Проблема, с которой мы потихоньку сегодня подходим, и которая стоит перед нашим ресурсным центром, это именно профессиональная языковая коммуникация, специализированные отраслевые языки, которые изучаются как раз в системе высшего и среднего образования. И тут мы уже переходим на совершенно другую ступень, чем просто овладение языка, потому что обычная стратегия изучения иностранного языка ставит цель овладение общезначимыми навыками и лексикой языка. Первый уровень. Вот он в этом дереве изображен как ствол. Конечно, без него никуда и никогда, но это совершенно базовый уровень, в котором еще нет ничего профессионального. А вот на уровне профессионального образования и среднего, и высшего задача ставится уже по-другому. И другой пласт проблем. Как можно глубже погрузить в специализированную профессиональную лексику и язык. Ведь на уровне базовой коммуникативной функции мы ничего не можем сказать еще специалисту. Более того, даже носители языка, которые хорошо знают язык, они зачастую на уровне профессионального языка тоже ничего не понимают и ничего не могут сказать. Поэтому перед нами стоит совершенно два разных этапа. Сначала просто научиться языку, а потом научиться профессиональному языку. И это совсем другое. И главное, что карьерные функции, карьерное мнение языка, оно как раз находится на этом втором этапе. И скажем так, для иллюстрации, насколько это все разные проблемы, общий коммуникативный лексикон, который вам нужно знать, чтобы общаться с носителем языка, другим это 2500-3000 слов. То есть, в принципе, совершенно все доступно и любой может этим овладеть. А вот минимальный профессиональный словарь составляет 20000-40000 слов. То есть, на порядок больше происходит расширение словарного запаса. Вы уже даже не на уровне простого носителя языка, а на более широком, таком расширенном уровне. Так что это серьезная задача. И вот эта ее сложность, эта задача проявляется не только в том, что это надо овладеть, и этим заниматься, и уйму времени потратить, но и проявляется в дефиците контента. Потому что вот этих вот отраслевых, в отличие от единого ствола коммуникативных, их очень много, и они совершенно разные. Разные лексика, разные особенности профессионального языка в разных сферах. И, соответственно, контента даже для изучения вот этих разных веточек очень мало. Любой преподаватель со мной согласится. Вот вторая задача, которую мы ставим перед собой, помочь с этим контентом. Теперь немножко поподробнее структуры профессионального отраслевого языка. Это тоже тут разные аспекты. Ну, что такое профессиональный язык в моем понимании? В принципе, это самое широкое общее понимание, которое предусматривает значительное расширение лексики в соответствии со спецификой вот той отрасли, где человек работает. Ну, и здесь в основном фигурирует специализированная лексика, терминология. Все это нужно изучать. Дальше среди профессиональных отдельно я бы выделил научный язык. Это тоже особый совершенно срез профессионального языка. Это более высокий, на мой взгляд, уровень и письма, и чтение, и аудирование. И обычно здесь уже требуется то, что специалисты называют уровнями B2, C1. То есть совершенно уровень достаточно свободного владения языка. Но в разговоре о научном языке имеет место и то, вот, наш советский научный язык, да, когда люди не могли разговаривать совсем, но могли читать научную литературу. Вот. Такое тоже возможно. Это своего рода специалист со флюсом, да, не умеет говорить, но все понимает. В общем-то, это неправильно. Это, конечно, во-первых, это требует все равно огромного времени для овладения. И при этом человек совершенно не получает всего многообразия, которые он должен, всех благ, которые он должен иметь от языка. Ну, в частности, богатство человеческого общения. Как говорил Сент-Экзюпери, это самая большая роскошь у человека, у человеческого общения. Так что лучше, конечно, научный язык знать во всеобъемлющем аспекте и в качестве коммуникативного, а значит, выступать на конференциях, общаться с коллегами и, конечно, в плане чтения. И даже в плане письма, потому что это, вы знаете, очень непростая проблема. Если вы не можете писать на языке, вам приходится это все переводить, это все дорого и не очень адекватно, не очень качественно. В общем, настоящий ученый, как мне кажется, он должен довольно совершенно владеть языком. И вот мы подходим к понятию академический английский. Это уже образовательное понятие. Это и есть язык научной карьеры, который подразумевает использование языка во всех аспектах, в том числе и задачах получения международных грантов, общения с коллегами и так далее. То есть академический английский – это язык высоких коммуникаций. И, как мне кажется, в университете должен преподаваться и даваться именно этот английский. Не начинать с нуля и с азов, как это зачастую происходит, а уже овладевать вот этот высокий уровень высокой коммуникации. Будем надеяться, что когда-то это все так и произойдет. В каких-то университетах это уже есть. Но пока это отдельные островки. Так что наша миссия здесь, для чего мы создаем ресурсный центр, чтобы помочь в этом движении и, так сказать, не в блуждании вокруг горы, а в подъеме на эту гору. И, в частности, мы помогаем, в первую очередь, университетскому преподавателю в работе с академическим английским. И повышение его уровня владения языком, ну и, главное, с помощью, с контентом для изучения вот этих специализированных отраслевых языков. Ну и последняя проблема, которую я хотел бы обозначить, проблему книги и контента. Проблема совмещения медийных форматов. Дело в том, что на сегодня основной методически выверенный массив вот этого учебного контента для изучения специализированных языков, то есть веточек, содержится в книгах. Это наследие книжной эпохи, просто не было никаких интерактивов. И вот это наш капитал. Все-таки формировалось, собиралось все это в книгах. И, скажем так, то есть на сегодня вот этот массив для специализированных, контента для специализированных языков находится все еще в книгах, в то время как контент для коммуникативного языка уже практически полностью перешел в форму онлайн. И интерактив для исключения коммуникативного языка – это вообще не проблема. Вот эту проблему в том, чтобы перенести контент специализированных языков из книги в формат онлайн и призванные решить мы. Ну, а второй момент, что интерактивного материала и форматов интерактивного материала сегодня очень много. Это всякие иллюстрации, интернет-сайты, платформы, компакт-диски. Очень много форматов и носителей. Здесь происходит некоторый хаос. И здесь требуется стандарт, вот эта вот форма перевода из книг в онлайн. Мы постараемся такую, вот эту задачу соединить книжные интерактивные форматы в нашем ресурсном центре решить. Хотя книжный массив, конечно, он гигантский. И на сегодня он, пожалуй, побольше, чем тот, что присутствует в интерактивах и в онлайн. Вот общие, как бы, соображения, что нужно сделать. А теперь потихоньку переходим к вопросу, как мы это планируем сделать. Вот, ну, во-первых, какие специализированные и профессиональные языки существуют и мы хотим охватить. В принципе, это перечень основных дисциплинарных областей, которых получает наш студент, получает образование. И вот здесь они в основном перечислены. Это язык в сфере управления, менеджмента. По сути дела, это бизнес-лэнгвич. В принципе, вот это вот более-менее отработанное такая общий менеджерский контент. Здесь как раз более-менее уже существуют решения и контент. То есть для экономических специальностей. Другой совсем. Это вот язык для социально-гуманитарных специальностей. Это широкие сферы, они же наиболее богатые в филологическом плане, лексическом. И они же как раз самые разнообразные по терминологии и лексике. Дальше это язык для инженерных специальностей. Вот здесь пошла уже важность в технической сфере, важность точности языка и знаний терминологии. язык для юридических специальностей тоже очень сложный и многообразный сфера языка. Язык в сфере туризма. Этот как раз сегмент очень пересекается с нашим бытовым коммуникативным языком. Но тут своя большая специфика, поскольку именно в этой сфере происходит встреча различных языков и наиболее активное его использование. Язык, естественно, научных специальностей. Математика, физика, химия опять-таки связаны с терминологией и настоящей наукой, так скажем, настоящими журналами. Язык в сфере международных отношений, политический язык. Язык, изучающий для изучающих программирование и информатику. Очень важная сфера для тех, кто работает в этих специальностях. Язык творческих специальностей. В общем, вот это основные зоны, которые предстоит окучить. В принципе, их можно и расширять. Что подразумевается, когда мы говорим о профессиональном языке в плане какая работа и какой контент? Первое, что не нужно для этих языков специально, это прежде всего грамматика. Грамматику мы изучаем в нашем коммуникативном языке и подразумевается, что везде она примерно такая же. Хотя, существуют свои задачи, особенно в академическом английском. Это письменный язык, более сложный. Поэтому там тоже есть свои особенности. Ну и, конечно, когда вы изучаете специальный язык какой-то отрасли, вы все равно практикуете грамматику, используете ее. То есть она здесь остается базисом. Общая лексика тоже самое подразумевает, что вы ее уже знаете. Ну и фонетика это как раз вещь, на которую меньше всех обращается внимание в этой сфере языка, хотя, конечно, она будет не лишняя. То есть все вот эти вот вещи мы оставляем за скобками, пусть им учат другие платформы, Skyeng и все остальные. У нас своя миссия, своя задача. И в чем она? Ну, во-первых, конечно, в области лексики. Это расширение. То есть нам придется с вами расширять области знания, накапливать типичные тексты из совершенно различных областей знания. Второй аспект – это области применения, которые подразумевают некое погружение в эту профессиональную область и, соответственно, сферу языкового общения. Ну и имеется в виду, ну, например, если вы в сфере кулинарной, общепита, конечно, там существует своя совершенно профессиональная среда, свои профессиональные идиомы и все остальное. Просто так, с обычными навыками, это все будет непонятно, малоэффективно. Ну и, наконец, коммуникативная специфика, то есть практика. Опять-таки, характер коммуникации, фразеологии – все это имеет немножко разный вид в каждой из профессиональных областей. Вот эти вот вещи должны быть отражены, когда мы говорим об изучении профессиональных языков. Ну и, конечно, вот найти вещи, которые… контент, который отражает специфику вот этих вещей, очень непросто. Как пример, например, туризм, да? Возьмем, о чем здесь идет речь. Ну, во-первых, нам нужно с вами охватить контентом вот эти все лексические его словари, из сферы услуг, из сферы гостеприимства, из сферы географии, путешествий, там, отельного бизнеса или кулинарного бизнеса. Это весьма такие различные, даже вот в этой, в туризме, очень разные сферы. Мы должны охватить области применения, которые тоже тут касаются совершенно разных бизнесов. Гостиничного бизнеса, ресторанного бизнеса, экскурсионного бизнеса и вообще лично персонального общения. Ну, и коммуникативная специфика. Здесь и взаимная коммуникация, и особенность сферы услуг, бежливости, пикет, особенность коммуникации экскурсовода, чтобы было понятно, как излагать свои знания. В общем, даже вот на примере туризма видно, что это целый ряд специфических задач. Как же мы планируем охватить вот эту область, и в чем будет наше ноу-хау, наше особое слово? Обозначим его простой фразой «песочница контента». И дальше я буду рассказывать, что под этим подразумевается. По сути дела, это новый тип образовательной платформы, которая не ставит задачи, обычно ставимые во главе обычных образовательных платформ типа Skyeng и остальных. То есть этот новый тип, он прежде всего, конечно, связан с большим объемом разнообразного контента, который нужен для преподавания. И он, еще раз повторю, не будет вас обучать грамматике или такому вот общему аудированию, общей лексике. Он будет направлен на специализированные вопросы. Поэтому, конечно, он в первую очередь для таких специальных, для специалистов и преподавателей среднего и высшего образования. Наша платформа размещается на сайте EnglishDirect. Вы можете зайти и увидеть уже сегодня, что там находится. Это уже сегодня очень богатый ресурс. Ну, а мы планируем его расширять и дальше. Ну, для такой ориентации, понимания, о чем речь, вот на нашей платформе ЭБС, электронной биотечной системы, статистика, охватывающая иностранные языки, превышает все остальные предметы. Так что это уже сегодня, так скажем, самый востребованный контент и самая активная читательская практика. Ну, и цели, которые я в целом уже так по отдельности обозначил, ну, скажем так, единой фразой. Главный сервис ресурсного центра – это предоставление онлайн-доступа к огромному объему отраслевой учебно-методической литературы по иностранным языкам, по всем ступеням образования. То есть онлайн-доступ к такому массиву, который, на наш взгляд, вы нигде больше не найдете на просторах интернета. И мы уже сегодня собрали достаточно репрезентативную коллекцию учебных материалов, отражающую и основные отрасли, и основные пособия, основные методики и школы. Конечно, не все там есть, особенно в плане каких-то высококоммерческих вещей, но костяк, как говорится, уже сегодня существует. Ну и стратегическая цель, еще раз подчеркну, это помощь преподавателю. То есть в первую очередь преподавателю, во вторую уже мы ориентируемся на студента и те, кто будет конкретно его использовать. То есть помощь преподавателю в поиске специализированного отраслевого контента для легкости и быстроты выбора, для легкости доступа и использования этого контента для своих занятий. Ну а вы скажете, насколько это получилось. Тот концепт, который лежит в основе этого, я уже назвал это слово «песочница контента». Что подразумевается? Опять все-таки отталкиваемся от отличия от других платформ. Все практически платформы представляют собой онлайн-курсы. А онлайн-курсы строятся на основе методически выстроенной цепочки текстов и упражнений. Прочитайте это, пройдите это. И каждый автор и онлайн-курс, и учебник, собственно, дает авторскую концепцию, что должно следовать друг за другом. Ну а преподаватели там выбирают уже какой-то отдельный курс, и студенты проходят этот отдельный курс. Вот у нас по-другому. Наша цель не выстраивать контент уже в готовом линейной цепочке 1, 2, 3. То есть мы здесь не хотим заменять преподавателя. А в рамках онлайн-модулей дать преподавателю возможность свободного выбора этого контента для своих занятий. Пусть он сам выстраивает эту цепочку, как ему удобно. Уже давно так и происходит. Уважающий себя преподаватель сам где-то там цепляет, набирает именно свой контент и строит так занятие. Мало где берется вот учебник и прямо от А до Б как по Бонку идти по нему до смерти, как говорится. Вот хотел бы я посмотреть на человека, который прошел все упражнения Бонка от и до. Ну, думаю, жизни действительно на это не хватит. Очень хорошие учебники. К ним относятся вот эти все. Оксфорд, Кембридж, Пирсон. Да, там очень качественно подан контент. И там зачастую еще удается вот за собой увлекать. Учебник увлекает за собой учителя и прямо движется по нему, как это предписано. Но все-таки мне кажется, что в той ситуации изобилия контента настоящий преподаватель уже самостоятельно выстраивает свой курс. А в области специализированных языков, в которых мы говорим, уже просто нет альтернативы. Там нет и таких вот учебников практически. И по-любому нужно самому все это давать, где-то находить студента. Ну, а вторая цель, как я сказал, создать мостик между книгой как традиционным носителем учебного материала и онлайн-платформы как современной формы потребления этого материала. То есть все-таки мы это онлайн-платформа. Но мы, как вы знаете, это агрегатор книг. Поэтому вот здесь и наша ноу-хау-миссия превратить книгу в такую представление ее на онлайн-платформе. И исходя из этой концепции песочницы контента, вы найдете в нашем ресурсовом центре своего рода россыпи контента, как мы называем учебные кванты, то есть отдельные единицы, из которых уже можно собирать свои онлайн-курсы, учебные курсы, распечатывать отдельные задания и тексты, в общем, использовать их во всем многообразии. Так что думаю, что это все несложно и все понятно. Перейдем к тому, что вы можете найти и что следует искать и не искать в нашем ресурсном центре. Во-первых, это ресурсный центр всех возможных языков. Здесь более 11 языков. Конечно, основной массив процентов 90 или 80 – это английский язык. Дальше большой блок – это русский, как иностранный язык, но в нем я скажу, это процентов 10, наверное. Ну и остальные процентов 10 рассыпаются между разными языками. Особое внимание у нас к китайскому языку. Очень много хороших материалов по нему. Но вы здесь найдете и персидский язык, и иврит, и вьетнамский, узбекский, турецкий, иракский и так далее. В общем, учите, несите свой контент. Ну и, конечно, основные поставщики здесь даже не мы, наше издательство, а ведущие мировые российские лидеры. Зарубежные издательства – это, прежде всего, издательство «Пирсон». Наши давние партнеры в лице «Лэнгвич Просвещения» – компания, которая является эксклюзивным дистрибутором этого издания. Ну, мы планируем также работать и представить контент и других ведущих издательств – Oxford University Press, Cambridge University Press, а также немецкоязычные, Huberk, Lett и так далее, других языков. Вот эта работа еще будет вестись. Ну и, конечно, на российском рынке основные лидеры, которые уделяют этому внимание – издательство «Просвещение», Lada, Сантология, Iris Press, Prometheus, Phoenix, Flint, Prospect, UnityDone и другие. В принципе, иностранным языком занимаются очень многие издательства, поэтому у нас здесь очень широкое представительство. Примерно так распределено у нас коллекция. Около четырех тысяч изданий – это зарубежные издательства, и около четырех тысяч – это издания отечественных издательств. На первом месте, конечно же, учебники, да, и здесь есть лучшие в мире линейки зарубежных издательств, но на сегодня это Pearson. Ну, а также ключевые линейки отечественных издательств. Я не отвечаю за всех, потому что наиболее, как бы, коммерческие, которые там изучаются в школе, например, у нас они не представлены, но вот университетские – да, довольно широко. Ну и особый сегмент, его мы только начинаем наполнять, это книги по университетским предметам на английском языке. Это и для иностранных студентов, которые учатся у нас, и для профессионального чтения. Есть здесь и переводные учебники русских авторов на английский язык. Пока мы только начинаем эту, этот модуль наполнять, вот, прежде всего, издательством language-просвещения, то есть Pearson. В общем, здесь будут книги в дальнейшем и других международных издательств по различным предметным областям – экономика, право, социология, химия. Вот это особое направление, очень непростое. Еще одно, один сегмент, который, думаю, будет востребован, это ридеры, адаптированные и неадаптированные произведения, художественные произведения на английском и немецком языках. Вот здесь у нас имеются коллекции, которые собраны за годы нашей работы, около двух тысяч книг классики художественной литературы. Вот среди них коллекция «Английская, американская литература» «От Шекспира до Марка Твена». Это отобранная именно наша очень качественная литература. И такая же коллекция «Немецкая литература», тоже отобранная нами здесь абсолютно вся классика есть, не имеет аналогов в нашем российском пространстве, и тем менее аналогов у коллекции «Немецкая философия», где вообще оригиналы немецких философских текстов как отдельная коллекция. Ну, а кроме этой чисто нашей директ-медиа коллекции, кроме этого существует и множество ридеров, адаптированных коллекций других издателей, в том числе «Пирсон», в том числе и российских таких, как «Аэрис Пресс», те, кто занимается иностранными языками на стране. Следующий большой и важный блок особого значения, имеющего в нашем ресурсном центре – это «Русский как иностранный». Он стоит немножко особняком, но, по сути дела, в статусе таком же, как английский или персидский. «Русский для иностранцев». Изучение русского языка. И вот, в частности, вот здесь перед вами, учебники, которые предназначены для китайских студентов. «Русский язык для говорящих на китайском языке». Издание нашего издательства. Два учебника. Но, помимо этого, базовые учебные пособия издательств Златоуст, Флинта, Карра и других. Те, кто специализируется на русском, как иностранном. Более полутора тысячи изданий из этой сферы. Вот, это одна из крупнейших учебных коллекций по РКИ. Вот здесь вы видите потолок. Сюда входят и словари, и книги для профессионального общения, по методике преподавания, по страноведению. В общем, используйте. Мы здесь не единственные. Как вы знаете, русским, как иностранным, занимаются и некоторые другие ЭБС активно. Но по количеству и разнообразию контента мы совершенно не уступаем. Следующий блок, очень важный для иностранных языков, аудиокниги. Аудиокниги обязательно нужны для аудирования, овладения языком. Здесь мы вам предлагаем довольно большую коллекцию, которую вы можете использовать. Ну и, наконец, мы подошли собственно к главному ноу-хау, который мы готовили весь прошлый год, связанным с интерактивным контентом. Это такой раздел упражнений и топики. Вы его найдете на странице ресурсного центра. Он будет доступ к нему уже по логинному и паролю. И что там прячется. Это и есть тот интерактивный контент отраслевых языков, который исполнен в концепции песочницы. Весь он разделен на тематические модули, которые и отражают область специализации. На сегодня это четыре таких крупных модуля, четыре темы. Английский в сфере управления, английский в сфере туризма, в сфере общепита, и в творческих литературах английский для художников. Дальше идет уже деление внутри. Каждый этот модуль разделен на тематические, на уроки. А уроки внутри себя делятся на блоки. А блок включает в себя кванты. Глоссарий, текст, упражнения по теме. То есть глоссарий к тексту, все вращается вокруг текстов. Глоссарий к тексту, упражнения тоже связанные с тематикой этого текста. Использовать лучше всего блоками для какой-то там специальной, специализированной сферы и лексической темы. На сегодня вот эти четыре модуля, которые уже реализованы, представляет собой около 500 учебных квантов. Вот эта песочница больших цифр. И теперь немножко о том, как представлены эти кванты. Ну, основа, я сказал, тексты. Это действительно основа изучения профессионального языка. Без текстов или топиков вы никуда не уйдете. Ну и вот пример, как он представлен. Просто читаем. Что важно при этом, что весь этот контент, который представлен на нашей онлайн-планформе, он лицензированный с соблюдением авторских прав. И каждый текст, каждое упражнение имеет указание на источник внизу странички. Соответственно, поскольку это все платная услуга, эти деньги идут правообладатели. Вот. Ну, а вы можете использовать эти материалы на своих занятиях, ничем не рискуя. Вот. Между элементами курса, то есть квантами, существует сквозная навигация удобная, предыдущий шаг, последующий шаг. Можно ходить. Ну, и если вы увидели, что вот этот вот материал из этой книги очень полезен, то вы можете приобрести и саму книгу. Собственно, на книжный контент ресурсный центр ориентирован в первую очередь. И, соответственно, мы еще будем говорить, вы можете ее приобрести и как организация, и лично как физическое лицо. Другой, второй элемент или квант это глоссарий, изучение языка и терминологии лексики. Ну, и обращу ваше внимание, что каждый вот этот квант, каждый объект может быть распечатан в правом верхнем углу это возможность распечатать из браузера и на бумаге и сохранить в виде файла PDF. В общем, как в электронном виде, то есть как вам удобно. Это, собственно, тоже очень ключевой элемент песочницы как концепции, когда вы это можете собирать себе для своих уроков, свои там папочки и дальше уже предоставлять доступ студентам. Вот, еще из особенностей этих работы с этими модулями краткая информация об упражнении. Вы пробегаете вот этот список всего, что доступно и сразу видите о чем и что представляет собой упражнение. Ну, упражнение это следующий важный квант, да, их там больше всего. и там сразу дается информация. Упражнение направлено на развитие навыка говорения. Вид упражнений текстовое, речевое, вопросно-ответное. Уровень средний, B1, B2. То есть, вот вы уже представляете, стоит вам посмотреть или нет. если стоит, то вы кликаете посмотреть и уже знакомитесь с самим упражнением. У нас два существуют вида подачи упражнений, текстовые и интерактивные. Текстовые на самом ресурсном центре, вот вы читаете упражнения, ответите на вопросы, какие-то, такие-то, да, и, соответственно, работайте с упражнением. Но это может быть и интерактивные упражнения. А вот интерактивные упражнения выполняются на платформе Moodle, куда переходит обучающийся или преподаватель. Вот, это выглядит примерно так. Вы видите, о чем, каково задание этого упражнения. А чтобы перейти на само упражнение, надо нажать на кнопочку. Вы в этом случае переходите на платформу Moodle, которая является как бы интерактивным дополнением, ответвлением нашего ресурсного центра. Сейчас я покажу, как это выглядит. здесь типы интерактивных заданий, которые мы реализуем. Это все практически типы, которые обычно используются. Упражнения на соответствие, в соответствии с перестаскиванием слов, выбор пропущенных слов, одиночный выбор, ответы верно-неверно, краткий ответ, кроссворд. Вот начнем с кроссворда. Такие видите, сложные уже комбинаторные упражнения. Пожалуйста, заполняйте и работайте, пусть студенту будет интересно. Второй тип классический тоже отвечать на вопрос верный или неверный или выбирать правильный ответ, тоже всем знакомый. Третий вид соответствия, где вы в окошке тоже выберите, что чему соответствует, какой ответ. Соответствие с перетаскиванием, когда нужно между двумя колонками установить соответствие. Выбор пропущенного слова, тоже очень часто и в иностранных языках тип упражнения. Вот основные типы интерактивных упражнений и в целом я уже описал этот наш модуль и можно подводить итоги. что получает преподаватель? во-первых для него наш ресурс является конструктором и коллектором тематического контента для его упражнения собственных занятий и лекций. Второй момент доступ предоставляется по подписке. на каждый этот модуль он получает подписку и соответственно это огромное ценовое преимущество если сравнивать с поиском по различным книгам приобретение лицензированного контента и так далее. Вот далее очень важная функция удобная распечатка из книг для студентов. Ну вот как пример здесь вы можете сформировать для себя распечатку которую будете потом распространять. ну и наконец формация тоже о котором я еще скажу когда этот контент можно предоставлять и для студентов доступ для студентов онлайн и они уже будут выполнять задания на нашем же ресурсе. Вот такие основные опции для преподавателя и суть превращения контента книг в интерактивы. как можно сразу непосредственно подключить студента к этой платформе вот в настоящее я вам подчеркнул что в настоящее время главный формат это набирать преподавателю то что ему нужно и пригодится но он может не просто набирать а выстраивать вот те самые цепочки подобно онлайн курсу. Ну здесь мы еще усовершенствуем инструменты такого использования вот можно будет практически выбрать раз два три вот эти вот кванты и предоставить студенту уже прямо как готовый онлайн курс шаг за шагом. Вот ну в настоящее время это делается больше более вручную преподаватель делает выборку из этих квантов несколько список список из них который должен пройти ученик ученик получает это и проходит домашнее задание по этому списку ну и вот в целом урок пройден ну я сказал что мы доделаем такую индивидуальную траекторию для ученика и будем все делать это красиво автоматически следующий момент который нужно знать доступ по подписке то что я так сейчас секундочку да сейчас у нас два два формата использования ресурсного центра первый это по подписке и в этом случае доступ предоставляется или целиком к ресурсному центру или по отдельным подразделам на выбор организации ну доступ предоставляется организации вот и происходить это будет уже сам доступ и до работы с книгами не в ресурсном центре а в мбс университетской библиотеки онлайн для этого существует зеркало поэтому те кто имеет подписку эбс они могут работать сразу прямо на этом зеркале внутри эбс там тоже самое что и на базовом ресурсном центре и здесь именно будут открываться книги к которому организация подписана вот если например подраздел какой-то вы подпишете то соответственно вот здесь вы будете иметь к нему доступ в том числе посмотреть тестовый доступ если вам это будет нужно вот еще один это вот доступ классический бестный к книгам да еще будет доступ к этой самой песочнице к онлайн модулям он уже доступен только в базовом ресурсном центре тоже с возможностью тестового доступа и постоянного доступа это вот то что касается пакетного использования связанного с доступом теперь по книжной все-таки иностранный вот этот вот контент он сам по себе очень дорогой вы знаете там книги пирсона там начинается от двух трех тысяч за книгу и очень строго по контроль за использованием ну и это разный контент не всем нужен там персидский язык поэтому мы рассчитываем что конечно большой спрос будет в первую очередь по книжным по отдельным книгам и спрос не только со стороны организации но и со стороны физических лиц преподавателей как вот самих по себе которые могут покупать эти пособия для себя вот и как действовать в этом случае если вас заинтересовали какие-то книги на страничке ресурсного центра когда вы смотрите книгу заинтересовались есть возможность ее приобретение или в интернет магазине или как физического лица или как от организации в интернет магазине как физическое лицо вы переходите туда и приобретаете личное пользование в общем здесь как обычно а вот если вы хотите приобрести для организации то в этом случае вы формируете заказ вот здесь он изображен на страничке и дальше отправляете этот заказ менеджеру связывайтесь он вам информирует о цене этих книг и уже заключаете договор в общем еще раз подчеркиваю что доступ у нас два подписных формата доступ к полному к разделу книг и доступ к кинематическим модулям это что касается работы ресурсного центра ну и уже на полях второй как бы проект который связан у нас с ресурсным центром иностранный с преподавателем это по сути дела онлайн курсы по скайпу зуму вы переходите на страничку иностранный с преподавателем English Direct по сути дела это старый сайт и там уже вы можете выбрать программу обучения самостоятельно изучать язык иностранный язык и русский как иностранный для индивидуальных занятий то есть это наш такой практический сегмент но главное преимущество English Direct то есть персональное обучение языку это уровень поскольку мы работаем с университетом это прежде всего университетские преподаватели университетский уровень соответственно возможность подготовки к ЕГЭ к экзаменам TOEFL ILETS и так далее это возможность изучения академического английского делового английского то есть прежде всего конечно со сферами связанными с профессиональным отраслевыми языками о которых я вам рассказал ну мы надеемся что здесь мы обретем свою нишу и своих клиентов приглашаем вас если вас это заинтересует и еще один аспект связанный с ресурсным центром и Директ Академией помощь в создании онлайн это методическое методическое повышение квалификации в частности помощь в создании онлайн курсов по иностранному языку в частности у нас есть различные программы мы будем увеличивать программу связанную с изучением языков ну и в частности на основе песочницы если вам требуется помочь создать полноценный настоящий онлайн курс то наши специалисты тоже к вашим услугам мы это поможем и так подвожу итоги значит ресурсный центр что это такое это первую очередь учебный методический центр где вы найдете ответы на вопросы связанные с изучением языка в том числе методическую литературу во вторых это песочница мультимедийного контента то есть для наполнения преподавателями своих курсов своего рода конструктор онлайн курсов это уникальные представительства изданий Pearson Cambridge Oxford в электронном формате это также единственный в своем роде ресурс для профессиональной специализации это специализированная библиотека связанная с книгами по иностранным языкам ну и это возможность или по книжного или коллекционного доступа главное что это в одном месте в едином стандарте и надеюсь что ваши преподаватели на всех уровнях и библиотеки и кафедры и личные преподаватели всем этим заинтересуются и оценят ну что ж вот в целом я обрисовал как все это выглядит задачи миссии попробую ответить на вопросы если они были так физическому лицу никак как купить подписку физическому лицу ну во первых это очень дорого получится для физического лица поэтому для организации сначала согласовывается по цене объему что 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 будет но подписка к вот этой песочнице я кстати сейчас буквально на пару минут постараюсь перейти и потом показать на практике сайт то есть подписка к разделу упражнений и топики можно купить физическому лицу правда пока там этой нет кнопочки но в ближайшее время она будет вот ну а в целом условия использования ресурсного центра я вот обозначил в презентации вы еще можете посмотреть но на сайте более менее понятно так условия условия сейчас мы еще к сайту перейдем так ну тут вот уже такая дискуссия все это хорошо так Анна Губрева наш методист отвечает так что здесь уже отвечены все так ну вот вроде вот уже вроде все понятно так сейчас постараемся просто перейти через показ экрана так надеюсь что вот видно сейчас мы перейдем так надеюсь что видно экран если нет то вы напишите вот наш ресурсный центр да и еще раз обращаю внимание вот здесь вот главная страничка вот все что связано с электронными книгами кстати Николаевич не вижу экран черный да посмотрите когда запускаете демонстрацию экрана посмотрите то ли вкладку то ли тот ли пункт выбираете так а у меня тут он ничего не дает выбирать идет показ нет наверху в вкладке есть весь экран окно вкладка хром посмотрите что у вас выбрано а он не показывает он в этом он в этом браузере только вот это показывает единую только вебинару сейчас остановите показ экрана попробуйте опять запустить демонстрацию экрана и когда нажимаете на кнопочку демонстрацию у вас появляется такая белая выпадающая менюшка выберите часть экрана для демонстрации вот да еще раз не торопитесь просто выпадает белая менюшка и там будет весь экран окно вот видите не показывает нет даже не предлагала ага может потому что у меня софа а да все а вот сейчас тоже не показывает на лучше через google chrome он может сейчас через другие браузеры он может не воспроизводить корректно сейчас другой браузер не воспроизводит тоже да нет 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 тогда пока пока отменяем да да ну в принципе я это все на слайдах воспроизвел не страшно вот в общем надеюсь это все не настолько сложно что это интересно в общем приглашаем вас все это посмотреть везде где есть кнопочки получить тестовый доступ соответственно там получайте и запрашивайте или просто вот через вот этот который там указан инфа english директ отправляйте запрос на тестовый доступ и что вам интересно вот и мы вам обязательно ответим вот что же коллеги про расценки спрашивают но вот здесь очень разные сегменты поэтому разные расценки для физических лиц одно по книжный доступ там это все отдельно стоимость книг пакеты под разделы ресурсного центра это тоже самостоятельно считается в общем если вас что интересует мы вам прайс этого прямо будем отправлять по почте и уже связываться вот ну надеюсь мы разберемся если будет интерес во всем этом разберемся ну что ж коллеги большое спасибо за ваше внимание первый день самый ответственный те кто нашел время и сразу подключился к нам смог поучаствовать большое спасибо хорошего вам дня ну и хорошего сотрудничества в этом новом году всего доброго много хи ну говорит